Иван Ильич Николаевич, пожалуйста. Скажи, Мария, это 1 марта. Сергей Косович, ты думаешь, что я могу сказать, что это тема отдельного разговора, это очень важная тема. И я уже неоднократно призывал провести кривой стол, пригласить, может быть, наших каких-то еще авторитетных тяжеловесов, которые в отставке политиков, обсудить вопрос того, что мы в последнее время, то есть это было начато, к сожалению, при предшественнике, уничтожение районов, как районов, отобраны были полномочия, все передано в Камрад. И от этого страдают люди. Люди нам каждый день, постоянно на всех встречах это говорят, вьют в лицо. Давайте меньше Камрад. Почему вы уже поставили в Дерги? Зенеги перегружать. Потому что сюда перетянули. Сюда послушайте. Аггументируйте. Думайте, что вы говорите. Послушайте, послушайте. Давайте договориться. Я хочу напомнить, что у вас суждают обложения, а не изменения в бюджете, чтобы мы знали, о чем вы говорили. Не давать из протянутого. Дайте договориться. Пожалуйста. Вот так вот всегда, видите, как вы набрасываетесь, да? Нельзя даже эти вопросы поднимать. А может, человек лишний в автономии? Если вы все отобрали. И вот, конечно, тоже тем более. У нас в 2017 году состоялся разговор с Еленой Федоровной о возвращении полномочий, ряда полномочий и укреплении района. Но на деле это сделано не было. Сделано, так сказать, было какие-то поверхностные вещи, которые разошлись с нашими договоренностями. Да. Послушайте, пожалуйста. Это очень важный вопрос. Если вот так вот будем замалчивать, вы знаете, что в Чедромуге поднимают вопрос, чтобы организовали референдум. Люди не хотят находиться в такой автономии. Они говорят, мы не за такую автономию боролись. Нас оставили, так сказать, ни с чем. У нас во все эти годы в Чедромуге не построен ни одного жилого объекта. Ни одного. А почему-то не строилось. Потому что у нас нет ни полномочий, ни денег, ничего не притягивает. Ни одной гостиницы. Рестораны позакрывались. Потому что у нас потихонечку жизнь умирает. А вы набрасываетесь, накидываетесь. У нас придется, может быть, обложить бетонными плитами Камрад и вот и вся автономия будет. Нельзя так подходить эгоистично к этим вопросам. Потому что это вносит разлад. Кроме тех, так сказать, внешних рисков, которые у нас есть, это внутренние риски, которые очень серьезные. И мы должны будем на эту тему откровенно сесть и поговорить без камер. Мы должны укрепить районы. Потому что у нас сегодня, я говорю, уже районные администрации, они больше исполняют, так сказать, статистические функции. Они даже без разрешения Камрада, извините, в туалет не могут поезти. Это ненормально. И вы находитесь в Камраде, покатайтесь, поездите, посмотрите, что происходит. И когда мы рапортуем о наших успехах, он стоят мертвые. Малакозавод, наш бывший, место, комбинат, другие предприятия. И ничего нового не предпринимает. Значит, единственное предприятие развивается, которое у нас занимается семечками, жарит и фасует. Вот единственное предприятие. А в остальном упадок. Я же не призываю, чтобы мы сейчас какие-то революции делали. Мы должны сесть, откровенно на языке цифр поговорить и получить информацию, соответствующую из исполкома, справедливую. Чтобы мы понимали, сколько денег вкладывается во все эти населенные пункты. Потому что есть еще и такое понятие косвенной преференции. Не только бюджетные деньги. Это надо понимать.